Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, ну здесь такая у нас пауза техническая возникла. Всё никак с гостями не могли распрощаться, языками зацепили, что называется, уже почти до улицы дошли. А там-то на улице сегодня начинается цирковой фестиваль современного цирка и уличного искусства Ре-Рига. Пройдёт он, между прочим, в юбилейный десятый раз. Организован под патронажем Рижского цирка. Продлится с этого дня, с 17 до 21 августа, и в центре Риги, и в Агинскалнсе, и в других локациях. И сообщается, что он будет невероятно насыщенным и разнообразным. Выступят цирковые артисты из Балтии, из других стран. Ожидаются представления под открытым небом, классического формата, менее классического, современного. Платные, бесплатные шоу, которые можно смотреть сидя, стоя и даже следуя за артистами в городском пространстве. И несколько подробностей хотелось бы успеть расспросить о них. Креативного директора Рижского цирка Мартин Шакиберс, который с нами на телефонной связи. Господин Киберс, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, во-первых, спасибо, что в такой насыщенный день вот-вот всё начнётся, и вы уделите нам несколько минут. Так давайте же не терять время. На что стоит обратить внимание, прежде всего, на ваш взгляд, как креативного директора? Ну, во-первых, это у нас три локации, да, это улица Ханзас, и называется квартал Спорт-2, где пару кафе и разных креативных агентств. Там будет мероприятие, которое будет проходить и на улице, и в помещении. Ну, в этот год вообще мы как бы обращаем внимание на бельгийские трупы, бельгийских артистов, потому что это как бы символично из-за того, что у нас уже десятые годы, и я много езжу по разным фестивалям, смотрю, как современный цирк меняется в лучшие стороны. И один очень хороший пример, извиняюсь, бельгий, потому что они очень всё время вкладывают большие ресурсы в своих артистах, делают самые интересные сейчас фестивали в Европе. И у них тоже, у всех артистов, они пробуют что-то удивить, как-то удивить зрителей с чем-то совершенно другим. И так у нас очень такая классная команда B-Plat, которая выступает двумя шоуами. Это один шоу, который вот уже сегодня вечером и завтра на «Спорта-2» квартал. Это такое шоу, где зрители делятся на две части, и каждый видит что-то своё. И в том же месте они, в том же моменте, они также получают очень зрелищный шоу, который там, как бы, такие дисциплины представлены, как акустическая музыка, как цирк, как комедия, и как тоже паркурные элементы. Это очень интересное шоу для всех, для семьи, и также для интеллигентов, и для детей, скажем так. Это шоу, и потом та же компания заканчивает свои выступления в нашем фестивале уже суббота-воскресенье. Есть такой сайт «Спасистик Перформанс», который дана специально для места. Ребята приезжали уже в июне здесь, смотрели, где лучше всего это сделать. Это также, как бы, какая-то лимитированная, ну, лимитированные зрители ходят за акустами, передвигаются по району, и акуст делает такие элементы, как паркур. Это такая, ну, как бы, ну, то есть, цирковая дисциплина, где ребята прыгают по крышам, прыгают по балконам. Ну, очень грелищно, да, и очень, как бы, тоже, ну, страшно. Ну, да, это мало сказать бесстрашно. Насколько привлекательна городская среда для подобных артистов, для паркурщиков, и о каких крышах идет речь? Ну, сразу такой вопрос. Это центр, это агентскаунс. Не-не, мы как раз, в агентскаунсе тоже будет одна сайт «Спасистик Перформанс», который создается специально для этого фестиваля. Эти же ребята, плюс еще английский режиссер Джейсон Дупри, уже сейчас работает вместе с балтийскими профессионалами, и у них будет мероприятие посвящено агентскаунскому рынку и окрестностям. Ну, вот это конкретное мероприятие, которое я только что объяснял, это будет вокруг вот улицы Спорта, улицы Ханзас. Там будут они, сейчас исследуют эту тропу, да, где они, где может они прыгать, где не могут. Ну, будет очень зрелищно, потому что там очень много интересных зданий, которые, наверное, тоже зрители увидят с новой перспективой. Ну, вот. Так что, и еще, что у нас очень такая одна американская девушка, женщина, которая будет своим соло-проектом на улице Зелью, это около агентскаунского рынка, бывшей факультет физики, математики, и это физическая комедия, так, она называется «Только косточки», но она, как бы, ее специальность – это конторшен, это, то есть, ну, резиновый человек, без костей, она может сделать такие фигуры, которые, ну, очень, в какой-то смысле чуть-чуть весело, это юмор, но также это и тоже ощущение, что такое нормальный человек не может сделать. Так что это будет такой соло-перформанс, который будет происходить в пятницу и субботу на Пардауговой улице Зелью, 25. Ну, так что плюс, плюс еще, конечно, наши станции цирковой школы, которые, наверное, уже сейчас люди видели вообще разных мероприятий Риги. Ну, это тоже мы начинаем новый сезон Рижской школы, Рижской цирковой школы, которая уже шестой подряд, и очень популярно это, дети учатся, как цирк развивает просто свое тело, там, отношения друг к другу, доверие и так далее. Так что… Да, так, еще раз отметим, что, значит, сегодня начинается до 21 августа этот фестиваль современного цирка и уличного искусства, называется он «Ре Рига», состоится на различных локациях. Вся подробная информация, кстати, в том числе на русском языке, за что отдельное спасибо. Она доступна на сайте циркс.лв, там же есть линк на безриндос.лв, где можно купить билеты, но надо внимательно почитать, выбирая программу, что-то действительно платное, что-то бесплатное, и чтобы время можно было распределить и успеть максимально посмотреть все, потому что, как Мартинш рассказал, действительно очень много интересных артистов, очень много интересных выступлений. А вы упомянули, господин Киберс, школу, ее новый сезон. Но что происходит с ремонтом? Как продвигается ремонт исторического здания цирка? Вы знаете, как, несмотря на все трудности, которые связаны сейчас с разными стройматериалами, все проходит, и в конце этого года мы уже начнем что-то делать там. Это не будет как бы полностью закончено, еще реставрация не будет полностью закончена. Это будет новая крыша, новая вентиляционная система, это теплоизоляция, новый фасад. Но, конечно, это будет в первую очередь, в первый год, пока у нас приходят разные вещи, которые, ну не вещи, а технические оборудования для арены. Будет сначала такие, как и поп-ап мероприятия, которые будут больше посвящены, ну, скажем так, нагреву этого помещения, нагреву рыжского арены, рыжского цирка. Но еще в течение следующего года будут приходить разные технические приборы. Так что будет, мы будем так, помолею, открывать уже в конце этого года. Мы смотрим на то, что будет такая уже первая детская, традициональная, детская, фамильная, ну, для семьи, такая елка, которую можно будет посмотреть с семьей. Мы это делаем вместе с нашей постоянной резиденцией, находящейся театральной труппой «Квадрифронт». Потом, на следующем году уже будут разные концерты, мероприятия, которые будут, как я уже говорил, так сказать, будут делать, скажем так, вармап для всего большой арены рижского. Да, разогрев такой. Ну, прекрасно, да-да-да, прекрасно слышать, что такие планы в громадье, что называется. Конечно же, желаем вам их воплощения. Огромное спасибо. С нами на связи был креативный директор рижского цирка Мартин Шкиберс и рассказал несколько подробнее о фестивале, напомню, современного искусства, современного цирка и уличного искусства Рей-Рига, который в 10-й юбилейный раз начнется сегодня и продлится до 21 августа и в центре Риги, и в Агентскалнсе, и в других локациях. Ну, а более подробная информация, еще раз напомню, на сайте цирк Салавэ, поверьте, есть что посмотреть. Будет и рабочие дни, и зацепить кусочки выходных. Мартин Шкиберс, еще раз огромное спасибо и хорошего дня. Ну, а так как директор цирка, креативный директор, упомянул Бельгию, что акцент на бельгийских актерах невозможно не напомнить, ну, точнее, не напомнить, не упомянуть о красивой новости, которая пришла из Бельгии. Дело в том, что 10 сентября этого года 33-летняя бельгийская принцесса Мария Лаура выйдет замуж за британского инвестиционного банкира Уильяма Изри, и пара обвенчается в соборе святых Мишеля и Гудулы в Брюсселе, и ожидается, что на бракосочетании будут присутствовать бельгийская королевская семья, а также другие европейские монарши-особы. Так что вот такая красивая история. Всем цирка, всем радости, всем любви и хорошего дня. Пока.